Всем привет, кто смотрит этот видеоролик. Меня зовут Андрей. Хотел бы я в этом видеоролике поделиться беспределом, который произошел позавчера на трассе М-5 в районе Рязани. Позавчера произошла ситуация на дороге, которую можно назвать полным беспределом. И об этой ситуации я хотел бы вам рассказать. Этому видео нужна максимальная поддержка, максимальная огласка. Ну а что произошло, сейчас мы все вам расскажем. На данный момент я нахожусь на трассе М-11, еду в сторону Москвы. Подхожу я к автомобилю моего отца. Он едет в Санкт-Петербург. Едет он с моей мамой, едут они вместе. Он ручкой машет. Здравствуйте. Здравствуйте, мои любимые, дорогие. Побит. Ну ладно, все нормально. Здоровенько. Привет. Не расстраивайся, все хорошо. Все будет хорошо. Сейчас мы, ребята, соберемся с мыслями. Дайте нам буквально 5 минут и мы вам расскажем все. Немножко с предысторией, как все происходило. Ехали мы вдвоем, двумя машинами в Санкт-Петербург. Дело произошло в Рязани. В Рязани, получается, уже после выездного поста ГАИ. Ехали мы вместе изначально. На первом светофоре я прошел по зеленому, папа остался, получается, на красном. Второй зеленый я ушел. Ну, короче, я собрал по Рязани все зеленые светофоры, папа собрал, так я понимаю, все красные. По рации запрашиваю, нету. Проезжаю, 5 минут нету, 10 минут нету. Думаю, ну, наверное, отстал. Я уже скорость кинул, еду на круиз-контроле, то есть, там, километров 60. Думаю, ну, сейчас догонят. Тут звонок. Звонит мама, говорит, что мы попали в небольшой ДТП. Я говорю, туда сейчас до ближайшей парковки, я останавливаюсь. Отец остался сзади. Он проезжает, получается, выездной пост ГАИ. Выездной пост ГАИ из Рязани. Кто ездит по этой дороге, знает, что там до поста идет две полосы. Левая полоса идет на поворот налево в город, правая мимо поста ГАИ и прямо, то есть, на Москву. После перекрестка Т-образно начинается дорога такая, ни два, ни полтора. Стоит знак сужения дороги. Вот идет знак сужения дороги. Сужение дороги. Стросовое ограждение. Стоят несколько знаков. Аварийно-опасный участок дороги. Вот написано. Внимание, аварийно-опасный участок. Там две фуры, те, кто ездит, те знают, что там две фуры физически не расходятся. Ликовушки обходят, то есть, как бы, а грузовики, ну, я не знаю, можно, конечно, обогнать, но это прям в притирку-притирку. Днем, когда ты все контролируешь, может быть, как бы, какой-то... Если ехать по обочине. Да, если правый, ездит по обочине. Да, наверное, вот так. Только при этом условия можно обогнать. Вот. Получается... Так, как был уже вечер, мы ехали, естественно, не по обочине, ехали по крайней правой полосе. Там сплошная идет. То есть сплошная. Ну, понятно. То есть, получается, на Москву идет Рено и пытается обогнать отца. Не было никаких таких пазов, что нас толкнули, качнули, еще чего-то. Мы как ехали, так и ехали. Мы проехали, получается, от того места, как нам потом Вашев сказал, наверное, минут 15 точно. Ты пошай бедешь? Да, Миша. Конечно. Там уже после Рязани, уже там знак Рязань закончилась, я смотрел, вот тут, ну, это 55-60 приблизительно скорость была. Вот. Ясно. Судя по тому, как он, где он сказал, что произошло это ДТП, прошло минут 15, получается, мы спокойно едем, нас он догоняет. Догоняет машина. И начинает поворотником. Правый поворотник и начинает меня прижимать. Я притормаживаю. Прям в полосе? То есть он тебя начинает прям отдавливать? Да, да, да. Вот я притормозил, он вперед проехал, обогнал, вперед встал, аварийку включил и начал прижиматься на обочину. Ну, я тоже поворотник включил и тоже за ним на обочину стал. Поняли вообще, в чем дело. То есть, получается, во время обгона он цепанул забор, в Рязани, да, то есть его откинул на тебя. Ну, мы так предполагаем. Это мы так предполагаем, да. Либо он наоборот сначала цепанул тебя, но потому что в любом случае он виноват, потому что какого хрена он туда полез. Стоит знак сужения дороги и если он местный рязанский, то он должен знать, что... Ну, я у него спросил, говорю, а что ты туда поехал? Он говорит, а я решил, что ты будешь на Камилу заворачивать. На стоянку. На стоянку там, кафе Камила. Ну, и не поворотник, ничего не включил. Он говорит, еще подумал, что не поворотник, ничего не включил, а что он туда поехал, если я как ехал, прямо так и еду. Вот он решил, что я буду на стоянку заезжать, и он начал лезть туда. Видать, не поместился. Ну, понятно. Дальше. То есть, вы, получается, случилось это ваше ДТП, так скажем, ты не заметил, вы проехали еще несколько километров, да? Он вот тебя догнал, начал тебя отдавливать, остановил. Да, чтобы остановить. Он вышел, да? Он вышел, я тут за ним встал. Вот он вышел, подошел. Ну, ничего не предвещало беды. Ты не знал до этого момента, что посмотрим? Нет, а что посмотрим-то? Ну, Юра вышел, пошел, естественно, вышел, посмотрел, говорит, да, говорит, у меня, говорит, там, говорит, оборванные, говорит, это замки. Ага, замки над эти. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Тут стойка. Он говорит, ну, пойдем посмотрим, типа, говорит, на нашу, ну, на мою машину. Он спокойно, как бы, я-то сижу в машине, он пошел, посмотрел. Я посмотрел его и ту, и другую сторону. С левой стороны что у него? С левой, там он, Глен, когда забор цеплял эти столбики, у него там колпаки вот эти вот белые, пластиковые. Угу, пополоманные. Да, потресканные, пополоманные там. Ну, и, по сути, все, да? Да, у него с этой стороны вообще ничего, а с этой стороны у него получается спойлер боковой, который вот этот вот высокий, вдоль кабины идет. Там, ну, может быть, ну, такой вот клаптик вырванный, да. Ну, понятно, этот клаптик, вот, да, он сейчас покажу. Он видит, когда тормознулся. Ну, понятно, зацепил, и он тебя там в досках там остался. И внизу у него, наверное, пару замочков как-то так. Ну, понятно, ладно, ладно, хорошо, дальше что произошло? То есть он сказал, что я, говорит, позвонил хозяину и вызвал ГАИ. Я говорю, хорошо, мы стоим ждем. Да, мы говорим, без проблем, мы стоим ждем. Прошло минут 15-20, так на большой скорости мимо нас проезжает темная иномарка. Вот, и мы видим, что она впереди ренушки становится. Ага, впереди не может. Что за машина хоть эта? Не видели. А мы не видели даже модель. Он очень быстро проехал. Ну, вообще, мы же не ожидали, что нам надо посмотреть номер там еще чего-то. Я тут же машину, мы же не давали. Ну, понятно, ладно. Вы стоите прямо в полосе? Нет. А мы очень. Причем папа вышел, когда посмотрел, что у нас как бы произошло вот это вот неприятное событие. Я еще сказал, сфотографировали, мне пришли это видео. Что у вас случилось, мне интересно. Ты из вас сходил, снял? Он сразу выставил знаковарь на остановке. И мы сели в машину, стали как бы нуждать. Сидеть, ждать, да. Вот. Когда подъехала эта машина с этой стороны, то есть они там что-то побегали вокруг машины. Посмотрели на ремонт. И с этой стороны, со стороны, по-моему, считать обочины. Смотрю впереди, как бы, ну, это быстрым шагом идут четверо. Четверо, ага. Четверо. Вот я третьего. Водитель еще четыре человека. Нет, водителя в Рено. Пять человек всего. Четверо, да. Я, как бы, вот они так быстро двигались, что я заметила, что там было два молодых человек, таких лет по 20. Один такой, ну, мужчина лет, может, 38. Ну, мне так кажется, все-таки кажется, что он не русской национальности. Ну, мне так кажется. Он такой черненький, с бородкой, такой аккуратненькой. Вот. Остальных не знаю. Ну, они, когда, я поняла, что идет толпа, я свою дверь сразу заблокировала. А дело в том, что, когда водитель подошел изначально, я начал откручивать. А у него ручка отвалилась. Отломал ручку. Естественно, он такой, первый раз с водителем, он вышел через дверь. А здесь я понимаю, что на пять окно-то не откроет, а их-то там уже пятеро. Ага. Я не смог. Ну, понятно, я не смог. Ты открыл дверь. Да. Да, я открыл дверь, да. Вот. И он сразу, как бы, это, вроде как сначала не то, что там, ну, он так, конечно, агрессивно начал разговаривать. Он типа говорит, идем посмотрим, что ты там натворил с нашей машиной. Как агрессивненько, понимаешь. А отец сидит так и говорит, я видел. Я видел уже, что там смотреть. Мы не хамили, не грубили, не... Чтобы там, что-то там его куда-то послали. Ничего этого вообще, даже вот и близко не было. Он какой-то хамстер с нашей стороны был. Он, как бы, вот, даже вот никаких вот... Он сразу нас заскакивает сюда на ступеньку и отца в морду. Вот реально. Сразу? Сразу. Он прям вот так и сразу вот так. Кулаком. Я понимаю, что он стоял еще на земле. Он его по голове бьет, понимаешь. И я, я как была, я прыгаю туда, то есть хватаю... Нет, он сначала они вдвоем. Он первый, потом второй мужчина. Они еще тянуты вы из машины. Вдвоем меня начали, за одежду схватили. Потом один стал держать руку, а этот сюда заскочил на ступеньку. Один держит за руку, второй бьет. А я понимаю, что сейчас они его просто через открытую дверь вытащат. А они просто руки вот на руле вот так сверху лежали просто. И я его хватаю за руку, чтобы его не вытащили на улицу. Он его упасит, как бы, получается. Я же не знаю, сколько там ударов ему упало. Наверное, прилетело. Я его держу, получается, вот сюда вот, ну, к нему. Меня, короче, во все стороны растянули. Вот, и, короче, мне прилетает красивый удар в голову один. И я, получается, держу его рукой, потому что я понимаю, что мне его надо удержать. Вот, я головой падаю туда вниз, потому как, то есть, у меня все потемнело в глазах. Я вниз туда просто опускала голову. На руку мне сюда. Вот, и я чувствую, что он мне еще, короче, пару ударов по голове делает. Ты, то есть, лежишь уже вот там? Вот там, но я его рукой держу, потому что я... Понимаешь, что надо удержать его. У меня темно в глазах, я кричу, Юра, я теряю сознание. И я его держу рукой. Вот, и когда он меня еще пару раз долбанул кулаком, и я только, я уже не видела, я только слышала, что дальше кулаки полетели опять в его сторону. И они уже там, пацаны внизу, которые стали, они поняли, что здесь месиво. Потому что я кричу, меня убивают. Вот. Они его начали отсюда вытянуть. Вниз, вытащить. Вниз, да, говорит, типа, ты что делаешь, говорит, это уже уголовка. Это кто-то кричит. Там кричат ему ребята. Во-первых, отец сначала сказал, ты вообще что делаешь, ты, говорит, женщину убьешь, это уголовка. Ну ладно. И те начинают его тоже вниз сюда тащить, а они его даже стащить не могут. У него столько агрессии, столько зла и вообще всего остального. Это, так понимаю, хозяин этого автомобиля. Ну, мы так предполагаем, что скорее всего... Ну, уверять я не могу, потому что... Понятно. Понятно. То ли это была группа поддержки водителя, то ли это просто знакомые, да. То ли это был хозяин, я не могу сказать. Ну, найдется. Когда они его уже стащили сюда, мы, получается, дверь-то захлопнули и закрылись в ней. И он понимает, что он все, он не знает, куда, видать, выплеснуть свою энергию, он сразу бьет фонари ногами. Фары, да. Прямо с одного удара. Я не представляю, как можно сколько иметь. Да, много там не надо, ладно. Ну, это стекло вообще-то не классно. Ну, понятно. Он разбивает сначала эти, а потом начинает идти вокруг машины. Да, там штук двадцать, наверное. Видать, фонарь разбил, я слышал, фонарь сначала разбил, задний. Потом по крылу начал дубасить, крылья ломать. Ну, да, там пластик. Вот он, я слышал, бум-бум-бум, один удар за ударом. Я сначала подумал, что, думаю, может быть, он хочет продырявить колеса. У меня какие-то такие были ощущения. Вот, думаю, ну, это тоже не совсем, как бы, безопасно, например, шину, чем-то ширять. Ну, понятно, что это не легковой автомобиль, шину ширить. Ну, вообще, это может взорваться. Ну, понятно, да. Поперебили фары, фонари. На прицепе тоже оба-два. Да, то есть, на машине все, все, все... Световые приборы. Да, все световые приборы побиты. На данный момент того, что вы фонари купили стекла, поменяли, и приклеили их на скотч, да, правильно я понимаю? Да. Чтобы можно было хоть как-то ехать и спасти хотя бы отражатели, чтобы их пылью не закидало. Не пылью, а грязью, потому что... Ну, да, 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 дорога такая еще влажная, то есть, на трассе. Дальше, что у вас происходило? В итоге мы сидим в машине, естественно, мы никуда не выходим. Я начала звонить тебе. Ага. Вот, я тебе начала звонить еще только тогда, когда они его тут тащили, а я уже пыталась набрать номер, то есть, я немножко начала приходить в себя, что у меня темнота с глаз пропала. Вот, я начала, естественно, звонить тебе, это еще, поэтому ты услышал вот эту возьню. Ну вот, я не знала, чем вообще дальше все это закончится. Время уже к трем, наверное, подходило, да? Нет, было, наверное... 2.30? Нет, не было 2. В 2 уже приехали, как раз, наверное, часа через 2 приехала, приехали гаишники. Ну, понятно, ну, короче, было уже темно, по времени, как бы... Копер-группа полиции приехала. Ориентироваться можно, казанки были. Ну, я уже после этого, минут через 30 подъехала скорая, потому что я пыталась набрать 112, потом 102. Вот, они, естественно, задают все глупые вопросы, а вы где, а вы чего? А я не знаю, ни километр, ничего вообще. Ну, понятно. Ну, что, у нас с одной стороны посадка, и там дальше поле. Ну, я видел, ты мне где локацию присылал. Ну, да, и с другой стороны тоже поле. 2 посадки, получается, ты мне присылал, там где посадка. Да, за это время, пока приехала милиция, нас могли убить, закопать, и трава взошла бы. Проросла. Вот, ну, а дальше получается... Легкаушка еще довольно-таки приличная, где-то сейчас они простояли, что они там делали, я не знаю. Потом она уехала, уехала. Она уехала тогда, когда... И когда приехали ли гаишники, уже ее не было. Понятно. Вот вы уже не общались ни с водителем Рено, ни с тем, вы ничего уже... Пока не приехали гаимы. И потом вы ни с тем, вы даже не выходили... Ну, понятно, что вы не выходили. Не, не выходили, я просто пытался этот... Мне, как бы, все просят, где вы находитесь геолокацию. Я пытался сообразить, как ее в телефоне определить, эту геолокацию. Ну, понятно. Где мы находимся. Поэтому, я говорю, номер легкового автомобиля я не знаю. И папа тоже мы не могли ее не саграфировать, не... Даже модель не видел, что хоть за машина. Ну, знаешь, легковая темная. Даже точно цветная. То есть, знаем, получается, есть фотография этого грузовика. Это Рено. Номер грузовика. Номер грузовика, номер прицепа. И все. То есть, соответственно, есть у вас в документах фамилия водителя. Но остальное... Больше ничего нет. Остальное найдем. Это не проблема. На данный момент заведено уголовное дело. Правильно? То есть, вы сегодня звонили. Да, то есть, возбуждено уголовное дело. Составленный акт о ДТП. В ДТП, то есть, как бы, отца не обвинили. То есть, он в ДТП не виноват. Не пока еще неизвестно. Но дело в том, что водитель Рено сразу, изначально отказался ехать в ГАИ на оформление. Поехали только мы. Вот. Мы, посчитай, просидели там всю ночь. Вы только объяснительную там написали. В 8 часов утра у нас только приняли заявление. То есть, мы просидели всю ночь. Ну, а что, конечно, говорили, сказали, что вы тут не виноват? Они сказали, говорит, мы должны опросить второго свидетеля сначала. Второго участника. Второго участника. А после этого только мы будем делать выводы какие-то. Какие выводы? Там будет работать группа дознания, дознаватели какие-то, да? Да. Что-то такое они сказали. Единственное, мы когда ехали уже назад, потому что там везде идет такой заборчик, ну, как, стационарный, не тросовый. Мы, как бы, единственное, как бы, как он сказал, что это, ну, тросовое ограждение было. Мы единственное, там километраж приблизительно указали, где произошло все это. Вот. Где-то приблизительно 178-й километр. Да, приблизительно. Это мы когда назад ехали... Это мы уже когда возвращались в Рязань, чтобы... Это мы там цепанулись, то есть 178-й. Да, да, 178-й, да. Это мы там по километражам и приблизительно вот это расстояние. Когда ехали назад уже оформляться в Рязань? Ну, понятно. Ну, короче, как-то так. Да. Ну, как бы, если он хотел бы даже, чтобы я не лезла там и разбираться с водителем... Ну, какое он право вообще имел? Просто оттолкнуть. Распускать руки, поднимать... Это, понимаешь, прям такое какое-то ощущение, что прям такой профессиональный удар, прям конкретный, понимаешь? Но эта шишка, она выросла вот прям вот в ладони, она прям вот в течение, я не знаю, 5-ти минут, она сразу... Да не 5-ти минут, быстро, прям сразу, она на глазах выросла, ну, это, я ещё не знаю, к нему, там, что у меня вот на данный момент... Да не важно, через сколько она выросла, важно то, что он руки распустил, то есть как бы он начал... Ну, убил, убил конкретно по голове, и меня, и Юрку. Мягко сказать, это полный беспредел. Такого происходить не должно, я считаю, что этот человек должен быть наказан по полной программе. Это уголовное дело. Мне скорая поставила черепно-мозговую травму, прямо в справке. Отцу поставили гематомы... Как это, скулы, скулы? Ну, да, у меня челюсти тут проверяли. Рентгены ничего не делали? Нет, ничего не делали. Откуда приехала скорая? А там, Рыбновская областная больница. То есть там, мы когда искали потом на следующий день, нам сказали, куда приехать за справками. Там оно, можно сказать, в одном здании и ГАИ, и МВД, и... Полиция. И полиция, в смысле, и полиция, и... Скорая. И больница, и ковидный... Госпиталь. Госпиталь. Все в одном помещении, можно сказать, находится. Там, там вообще все в одной куче. Ты фонарик есть? Фонарик, да, был. Да, на фонарик я пойду. Цепанулись, и вот они пообрывали замки друг к другу. Стойка... Стойка целая. Задние фонари побитые. Задние фонарик, да, убили. Слушай, много ударов было. То есть я слышал, что не пытались тут... Столбить, толбить. Ну да, было же целое все. И передние фары были разбиты. Уже в Рязани купили отражатели. Ну и так как все застежки были поломаны и потерялись, пришлось вот так вот фары, ну вам не знаю, видно, не видно, приклеить на скотч. И это фара, и это, вот она, приклеена на скотч. Сами стекляшки. Спасибо. 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 Спасибо.